Всем привет! Время 8 утра, и мы идем, куда бы вы думали, на работу. Вот так вот. Сидите тут посмотреть. А идем на работу. И находимся на втором зоне не потому, что я тут работал, а потому, что сейчас я сяду на нашу чудесную перегородную полость. Поезд называется West Coast Express, или экспресс западного побережья, и он соединяет город под названием Mission в центральной части фланг-фуэра. Основное его преимущество заключается в том, что от нашей станции Moody Center поезд идет без остановок и доезжает до центра города всего за 24 минуты. В то время как метро с отправлением с этой же станции, и, как можно видеть, здесь станция совмещенная, совершает этот маршрут за 40 с лишним минут, при этом где еще требуется сделать пересадку. При этом, конечно, есть нюанс. Так, проезд стоит 6,5 канадских долларов, что намного дороже, чем если ехать на метро. Поезда ходят не так уж часто. Всего 4 поезда идут утром в сторону центра, и 4 поезда возвращаются вечером, получается, и из центра. Ну, то есть не совсем из центра, а из Ванкувера к Mission, и из Mission в Ванкувер. Я только что прошел через ворота, и там стоял специальный человек, это последний поезд, который идет утром в сторону Ванкувера, и после этого просто забивается ворота, чтобы никто не мог попасть на станцию. После этого нужно приложить свою карточку, она никак не синхронизирована с турникетом метро, и для того, чтобы нормально списалась оплата, ее нужно прикладывать каждый раз. Стоит специальный человек, который старается не допускать, чтобы люди проходили мимо, не приложив карточку. Потому что, если ты не приложишь карточку с утра, то, в общем-то, система не узнает, что ты вообще ехал на поезде. Войдя в поезд, я всегда пытаюсь подняться на второй этаж, потому что из окна открываются прекрасные виды. Всю дорогу от нас и до следующей станции поезд идет по побережью, и можно просто сидеть и наслаждаться тем, что видишь из окна. Да, пейзаж немножко омрачают все эти промышленные сооружения, бесконечный порт, какие-то погрузочные, разгрузочные причалы, железнодорожные платформы и так далее. Но все равно это очень красиво и интересно. Поезд приходит на Waterfront Station, это станция, откуда берут свое начало. Сразу две ветки метро, две скайп-трейны, как его называют. Отсюда начинается Expo Line и Canada Line. Ну, еще здесь просто красивый вид. На улице примерно 8 часов 40 минут. И да, несмотря на то, что еще даже нет 9 утра, это был последний поезд, который шел в сторону центра в этот день. Канадцы в целом приезжают на работу намного раньше, чем это принято в Восточной Европе. Но и уходят с работы они тоже раньше. Это видео я снимал 18 ноября, но при этом очень солнечно, листья еще не опали. На улице достаточно тепло, в том, что люди ходят в подвиг и в отдых, это немножко обманчиво. Вообще, в Анкуэре достаточно стандартная история, когда два человека могут идти рядом и могут идти вместе. При этом один из них будет в куэке и явно мерзнуть. И его товарищ рядом будет стоять в футболке и шортах. От станции до офиса мне идти всего два квартала, вот, собственно, я в офисе. Офис как офис, показывать тут особо нечего. Да и, в общем-то, люди уже работают и снимать как-то неудобно, и я не уверен, что вообще можно. Поэтому я просто открываю футбук и начинаю работать. Вот, я отлично поработал и решил, что раз такая погода, то надо пойти под другой корпус. И пока я иду, можно просто посмотреть, как выглядит даунтаун Ванкувера примерно в полдень рабочего дня в середине Мельбы. Продолжение следует... Вот один из тех людей в футболке, которым постоянно жарко и которые вообще готовы ходить в такой одежде в любую погоду. Это основная причина, почему я решил прийти в этот корпус. В нем на 8 этаже есть отличная уличная веранда, где можно пообедать с хорошим видом и вообще насладиться тем, что находится вокруг тебя. Но обед успешно потреблен, поэтому я захожу обратно в здание и двигаюсь в сторону лифта, чтобы прийти обратно на рабочее место. Заметьте, что на входе в кафетерии висит знак, что нельзя заходить с собаками. В этом офисе можно приводить свою собаку. Для этого достаточно получить одобрение менеджера и своих коллег, которые сидят рядом. К сожалению, то здание, в котором работаю я, не полностью принадлежит нашей компании. Мы снимаем только несколько этажей, поэтому там такой опции нет. Вот так вот незаметно прошла вторая половина рабочего дня. Ох, всегда бы это время пролетало так незаметно. Ко мне приехала Катя и мы отправились в детский музей, который называется Science World, который в этот день был открыт вечером и только для взрослых. Музей выглядит достаточно примечательно. Он находится в таком огромном стеклянном шаре в Райане Фоллс Крик. Многие могли запомнить его по Олимпиаде в Ванкувере 2010 года, который он, собственно, был построен. Ведь тогда он часто мелькал по российскому телевидению, потому что в нем находился русский дом. Эта очередь, не просто очередь, мы сначала испугались, что это очередь на вход, где будут привлечь билеты. На самом деле это очередь, в которой можно купить браслетик, по которому потом будут наливать алкоголь. Сам музей достаточно разнообразный, он оказался просто огромным. Стоят всякие интересные штуки, как были в наших детских книжках, всякие оптические иллюзии, головоломки, живые выступления на околонаучные темы, которые оказались достаточно скучными на мой взгляд. Ну и, да, несколько баров наливают био, вино и сидр на выбор. Тут мы, конечно, совершили главную ошибку, вместо того, чтобы посмотреть, что вообще в этом музее есть. Мы надолго заняли приф-секции со всякими головоломками и иллюзиями, потом посмотрели одно из этих живых выступлений. И вот таким образом, когда ближе к закрытию нас стали выгонять, оказалось, что мы прошли в лучшем случае половину. Все экспозиции, конечно, нацелены на детей, но очень много интерактива. Очень все это интересно и достаточно слипательно, даже несмотря на то, что мы не пили. А уж как счастливо были пьяные люди вокруг нас, это просто не передать словами. Все можно потрогать, все можно пощелкать. Очень интересно. Ну вот и подходит к концу рабочий день. Да, туда я ехал на поезде, обратно ехал на машине. Так уж получилось. Сходили в Science World After Dark. Детский музей, который работает по вечерам исключительно для взрослых, оказался невероятно крутой опыт, всем рекомендую. Мы посмотрели примерно половину, нас просто выгнали оттуда, потому что он собрался закрываться в 10 вечера. И все. Осталось приехать домой, покормить Симочку, погулять с собакой и спать. А завтра снова работа. Сейчас идет с рейс вечеринки. О, спать. Воронок. ВО pasado. Продолжение следует...